всем привет дорогие друзья добро пожаловать на обзор варкапа значит под номером значит 232 значит карта очень старенькая как и остановись карта очень старенькая как и прошлые си джеском 08 здесь у нас nt comp 03 003 давайте включу себе через дро и собственно то сделала ее два маппера лосось как ни странно даст таким ником лосось и swordfish sword swordfish и кто-то скорее все знает лосось возможно и кто-то не помнит в общем так поехали дают нам на старте сразу 200 плазм как только мы появляемся до старт таймера переходим мы определенный триггер который почему-то постоянно так срабатывает сделан здесь у нас только граната сделан достаточно криво как мы видим на карта старая но вне зависимости от того что карта старая здесь а нет есть есть это а я почему-то проходил кому кому-то не было ну ладно тэр есть в общем то ничего страшного есть у нас 0 гранат есть у нас здесь и плазмы помимо того что 200 плазмы нам еще накидывают патронов типа если ты дурачок и на старте 200 патронов потратил вот тебе еще трать еще в общем-то плазмим здесь здесь у нас просто телепорт давайте заберемся нужно здесь забраться наверх естественно вот эта платформа она будет минимально юзабельна потому что смысла не нету забраться сюда мы не можем но здесь у нас не веяпон клипа player клип поэтому если мы будем плазмить вдоль стены то вот такие вот проблемы у нас могут случаться то есть во время прыжка мы можем непосредственно попадать не попадать в стену здесь нам опять же дует очень много патронов при том что здесь у нас перед джемпадом триггер дает гранаты то есть дает он по одной гранате следовательно у нас одна граната есть давайте посмотрим куда она нужна здесь у нас повороты и вот слышали вот этот звук вот эта вот красная платформа это как раз таки кнопка для гранаты можно успеть отстрелиться можно успеть отстрелиться и собственно вылететь намного сильнее но это по большей части я думаю цпм на фишка потому что вы можете успеть поменять оружие быстренько вы кутри все же наверное быстрее будет просто проплазмить но на мой взгляд я эту карту не задрачивал я ее пытался в онлайне поиграть но честно говоря она мне прямо совсем не зашла здесь мы можем везде попрыгать тоже поскакать тут у нас такие вот выступы собственно мы вылетаем прилетаем наверное на этот патт и далее просто проходим здесь у нас зеркало прикольно прикольно почему я такой это чем они фобос какой-то в общем то проходим дальше в телепорт здесь у нас потолок скаем и вот здесь самая интересная часть по идее по идее у нас остается плазма мы выходим подбираем если надо еще плазму здесь нам дают аптечку если нужно и еще battle suit если нужен а если нужно это вот почему потому что у нас вот здесь вот все отбирают и мы нам дают одну плазминку внизу у нас как мы видим о так остановись как мир опыт быстрее вот внизу у нас видим джей значит надо прыгать делать 0 об этот угол либо просто прямое в стену и стреляет собственно с этой плазминкой и здесь нам еще дают гранату гранату нам дают чтобы мы могли забраться сюда нет нам туда не надо забираться это просто декор здесь у нас косяк косяк чок мабера небольшой мы заходим сюда и вот здесь то самое чувство к нам это все пригодилось но опять же не факт что это пригодилось да потому что здесь у нас отбирают дают одну плазминку здесь у нас об который мы ловим на благополучно и залетаем наверх здесь у нас дают ракету одну ну и собственно все дальше мы как бы начинаем стреляться но 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 еще один вариант есть мы выходим здесь с плазмой выходим с батл с юитом и как вы кудри таки в цпм вероятен такой исход событий мы можем по крайней мере в цпм делаем гб и так джух плазмин и туда вылетаем так получается что как раз триггер от бираловка такая как как на кироман как-то очень классно называл как-то ладно не суть но отбер отбирал очка короче нас здесь ты и как раз таки когда мы заканчиваем когда заканчивается сена мы заканчиваем по измите у нас все отбирают то есть никаких препятствий по сути в плазмоклимбе у нас нету давайте ну вот так вот даже еще одна плазма остается можно еще сделать гб какой-то да или я не знаю ну типа ну можно что-то придумать его полосу от жопа но естественно желательно вылетать с такого плазмоклимба сразу на рокет и отстреливаться дальше туда напад в внутри честно говоря не знаю насколько это исполнимо но по-моему не совсем прямо так исполнимо крайней мере выглядит это нереально для вку 3 потому что скорости здесь слишком мало будет для подъема ну и носа говорил что нос изначально запретил этот топ запретил нос в этот топ потому что типа можно без него пройти чтобы не было случаев рандомных обов типа мы естественно наших интересах запретить обы чтобы их не было но я ему тогда сказал что смысл запрещать обы на карте с обами типа надо выбирать просто карты без обов и все зачем так мучиться давайте говорю амд можно без обов пройти как нибудь давай амд блять поставим без оба в общем в итоге разрешили мы оп вот этот ну что нос сказал ой чита жестко давайте разрешим обратно мы очень-то разрешили ну мы поговорили с носом тоже и решили принять решение что мы будем заранее все-таки вместе отбирать карты потому что то что он пока выбрал одну последние по крайней мере да я не говорю что он плохо выбирает карты я говорю что стоит хотя бы советоваться потому что мы тоже там в команде не зря сидим особенно я потому что у меня по я много карт очень поиграл у меня в большой багаж по памяти ну в общем то давайте пойдем дальше мы видим ну можно может быть как-то спиджампом давайте не будем извращенствовать дают нам ракету прыгаем мы сюда и сделаем естественно ракет джамп здесь еще дают ракету и вот тут вот тут у нас два варианта если мы сохраняем скорость при вылете либо очень хорошо делаем ракет джампа либо сохранили не очень много скорости но сохранили какую-то скорость после ракеты то есть после плазмы если в случае что мы плазмим об стену и проходим без оба то мы можем залететь в эту дырочку а в этой дырочке у нас угадайте что 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 а вот и правильно что здесь у нас что нам дают по фиги дают есть дают бы фигу вот собственно здесь мы просто стреляем 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 и здесь у нас финиш все то есть вот это это сбой самый самый быстрый вариант но есть конечно же вариант попроще с плазмой то есть вот мы приземляемся сюда и мы должны заплазмить наверх с есть ну и собственно также точно берем проходит заходим сюда и появляемся мы на финише который в который я хотел залезть здесь у нас клипов нету появляются у нас есть ну и в общем то вот карта по срезам тут особо ничего нету и очевидно что нужно вот здесь типа плазмить ну более ровно естественно возьмите сюда я не знаю как-то пытаться здесь что-то плазмить по этой стене выстреливать гранатой естественно ну и вылетать там напады то есть как таковых средств тут по сути нету вот мы то есть прошли прошли естественно по возможности можно делать гб проходим сюда сюда окопа опа идем на плазму душем и дурачки ему не собрались от не сквозь и просто заплазмливаем на финише всего физи 40 секунд я думаю что мой второй тест карта я кого-то перебил надеюсь ну и давайте перейдем к дэмулям дэм очкам дэмулям давайте перейдем у карта такая вот честно мне она вообще не понравилась заката всякая то тесная скучная да у нас две невалидные дэмки я их тоже обязательно покажу так а я забыл переименовать матом 3 дэмки все окей g3 gx выку 3 2 минутки пытался у нас пытался 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 сделал ну выку 3 здесь естественно вот выку 3 она возможно очень интересная в цпм она я не знаю слоил небольшой лоб но это совсем не критично здесь так брал гранату а ну вот то есть можно пойти без оба кинуть гранату да и с гранатой просто залететь был пожалуйста можно выку 3 такси можно эту гранату еще и с плазмой типа затаймить берет две ракеты пока что не получается ну понятно на где человек застрял ну карта и действительно для новичков не самое удобное это прям вот сто процентов она не то что для новичков она для нас блять для батик то не удобно я думаю литиум и овчаркин это подтвердят и димон особенно которые вообще не играл потому что как так кривая это что кивая карта не очень просто то ли дело пум вид вот пум вид вот это вот конечно кладезь просто просто золото наш не стал же не ждет уже вторую ракету хочет просто уже пройти то и сервер там 10 минут у него вот он сейчас скорее все получится у него до ближайшие попытки нет почти мы тяжело тяжело эта карта далась ничего страшного я думаю за то как бы если человек как минимум грубо говоря не испугался да если человек просто прошел просто хотя бы ну вот так вот видно что ему тяжело было что ему не хватает как бы просто против скила не хватает пройти чисто и это большой респект то что он просто хотя его прошел он через себя как минимум переступил это уже значит что он будет расти очень быстро и если он захочет как бы да если ему эта тема интересна он может . хороший скилл нарастить именно таким вот своим упорством 372 скополамин скополамны извините так я проверю запись на всякий случай потому что знаете случаи бывали разные типа такое не охота чтоб запись на пропадал так здесь все пока очень быстро прям очень-очень быстро подъем очень медленно на самом деле пламил с греной серии грену правда не из не словил но тем менее вылетел очень хорошо греночка дано это медленно это медленно так с гренкой это было бы очень круто на самом деле и ой да ладно здесь можно пробежать ничего себе из из вр короче ребят очень-очень классный финиш к сожалению поздно зацепил надо было финиш натянут именно возле пада он в стену уперся и все блин у прошел очень классно жаль запоролся в паре мест атаке спиктура скополамин очень круто очень крутые фишки нашел особенно тайминг гранат это прямо прокипопич давай не подведи меня очень хорошо залетел на мой быстрее чем скополамин здесь гранату не ждал не таймил ничего просто вылетал попадает на патт напад все отлично у него пока и здесь просто греной джамп то есть если мы гранату там не тратим она у нас остается ну и здесь изи просто залетаем вниз ой но это очень медленно было можно было просто от стены отлепиться и ты бы финишировал а так очень классно вот противов вот прошлый обзор до прошлый варкап мы все помню как прокипоп обосрался мы все помним это но даже ну он там собом по моему был момент но вот здесь просто просто красава вот красава и все пил перебил его на 80 она из демка пил это из демок пил по моему забанина не валидные деньги мы в самом конце посмотрим так очень хорошая плазма зачем-то держит прыжок держать прыжок на самом деле не стоит а здесь не держит прыжок стало быть рокет скрипт так это же с гранат из гранаты тихонечко опа сразу берет не останавливайся хорош пошел 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 но здесь на пришлось кинуть во имя спейсинга ручки задрожали все получилось хорошо и здесь главное отлепиться от стены да красавчик просто красава все сделал все как надо красава декус 27 5 первое место кстати третье у нас занимает прокипоп второе вышибло прикинь кто сейчас будет первое декус а пил 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 второе пил занимает красавчик но к сожалению совсем топичек нам не отправили демки проходил без гранаты возможно так даже каком-то смысле быстрее что если мы не ждем гранату но если мы попадаем потом после ракеты на бфгу это конечно же нам очевидно плюс 27 5 очень хорошо прошел чистенько вроде как конечно нужно стараться лучше но имеем что имеем да и пил 25 цп на днк забанен дартный водик минуту опять отправила у него челлендж наверно пройти каждую карту за минуту димон в следующий раз если днк говно просто бань ну что это что мы знаем что водика есть скил почему эдик не старается эдик старайся лучше пожалуйста хотел спиджампов сделать но не получилось к сожалению так и здесь чего с плазмой будет пытаться так ой 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 как залетел хорошо нормально ладно и клан я тебя пока пока прощаю прощаю сразу хотел стрелиться не получилось к сожалению торопится торопится немного стреляет немножко раньше чем приземляется в этом небольшой у него минус но это набивается все набивается рука ну можно было можно было пройти еще раз 10 минут серьезно и от стены не отлепился хотя в цепь на это самое то ладно космобикер иванушка привет 31 и 5 давай порадуй нас после дико любая дымка как бальзам и глаз слишком долго стоял тут выравнивал угол такие моменты нужно как можно быстрее как бы искоренять потому что основной тайм именно как бы фрейм от ротча основные рекорды это все время дрочи и если если даже ты типа элементно выполняешь все идеально то ты потеряешь все равно кучу времени на том что ты там выровнял угол как-то встал подошел такие моменты надо в первую очередь искоренять и пытаться оставить угол моментально но естественно он большой молодец я не говорю что плохо что он стоял я говорю просто как бы рекомендацию если мало ли кто сейчас будет на меня тут это вот просто он большой молодец в том что он не торопился как я всегда говорю торопиться не надо он не торопился он стал выставил угол и пошел дальше все большой красава но я говорю что исконять такие моменты нужно римыч 26.8 чуть не пропустил тебя римыча братан все нормально не пропущу не пропущу ты не пройдешь а если сайтал спада все неплохо угол не самый оптимальный но смог использовать гранату кстати вылетел достаточно хорошо плюс на 700 делал без гранат естественно просто собом и здесь наверное с первого раза не пройти до проходит с первого раза и отличный плазма климпы и на финиш еще сворачивает отлично отличная демка 26.8 так лопать планы на линии с на соточку перебил римыча кстати спасибо капкору за эту музыку отличную а вот здесь видите какой минус вот он торопился он по идее прошел быстрее да но угол то выставил плохой в этом случае ему потом будет тяжелее но вы выполняет да исполняет сейчас сейчас я расскажу но исполняет исполнение у него хорошо не использовал зачем-то вторую ракету и отлично заплазмил на финиш тут смотрите как это работает на дистанции вот они 2 демки да человек вот этого остановился поставил угол 35 прошел груб ну скажем не хуже да прошел в целом и лолипополиниус не останавливался и с плохим углом заплазмил в чем разница основная вот вы оба слушайте сейчас мы ли все слушайте просто просто батькины советы пошли батькины советы ребят у у космобайкера на дистанции в дальнейшем гораздо больше шансов вырваться по скилу вперед потому что он будет заранее буду что он будет надроченный на правильных углах то есть он он посердно со временем будет выставлять их все быстрей быстрей быстрее и потом уже будет просто типа ну быстро ставить этот угол и все там уже незаметно даже будет будет как батя как кертамон плазмить будет вообще четко вот и он по итогу выиграет во времени лолипополиниус потому что он уже привыкнет Просто быстро это все делать Быстро и криво И переучиваться потом на хорошие углы Это будет очень больно и неудобно Вот в чем разница Поэтому я говорю, не надо торопиться И надо все делать сразу правильно Лучше сделать правильно и медленно И потом это наращивать Чем делать неправильно и быстро Так что вот, ребята Запоминайте, хардкор Мы 2 секунды почти перебил Точнее на 1,3 Ну, кофейка я За твое здоровье, видимо Ой, здесь угол не очень хороший Но вот здесь, кстати, получилось отлично заплазмить по этой стене Прям вообще идеально Поплазмил эту комнату Посмотрим, кто у нас дальше такое покажет еще Но это пока очень круто Залетал с плазмы Ну, в окутре, видимо, тоже это не совсем нереально Точнее, не нереально И прямо с края рампы Немножко поплазмил Залетел наверх Очень-очень классно У него большой-большой, огроменный плюс В комнате с джампадом Он просто очень круто там все сделал Такие кипиш Со своим динозавром из Челябинска Ручной динозавр Вот здесь он уже более Хорошо заплазмил И комната получилась даже немного получше Потому что Он Когда ударился в стенку Когда, типа, залетал наверх Он начинался О, на БФГ! Красава! Просто красава! Ну, БФГ основной плюс, естественно Но вот эта комната с джампадом Можно, конечно, разобрать Но давайте я вам сразу покажу То есть, хардкор Он промахнулся с углом немножко Когда плазмил от стены От стены тоже очень-очень важно Ставить хороший, типа, вертикальный Точнее, горизонтальный угол Смотрите Вот, видите, вот здесь вот У него очень плохой угол Надо делать чуть левее Он потом его выровнял Немножко И, видите, заплазмилось у него То есть, он очень долго от этой стены отлетал И в этом у него прямо жесткие-жесткие минусы Я думал, хардкор исправится И вулканует Привет! Сделал 23-2 Перебил кипиша Ясень Петрович Так Слоу мощное Пока что все техничненько Здесь почти сразу с стены отлетел Не очень хорошая комната с джампадом Потому что скорости немного Вот здесь углы не очень хорошие Но он вылетел Офигенно просто вылетел с гранаты Благодаря своим углам То есть, он Более диагонально плазмил И... Почему не... Во, во, да Я только хотел сказать Правда Правда, он стрелял очень криво Но, тем не менее, он стрелял Как бы... Да Вот Благодаря своим углам То, что он немножко под углом там Плазмил Ну, можно было получше это все организовать Но идея в целом понятна То есть, он изначально делал такой угол Чтобы ему было удобнее Потом отслиться гранатой И вылететь на пады И вылетел он на пады Очень-очень круто 22.5 Про кипоп Из третьей общайки Давай, давай Давай Ты меня в УК-3 очень порадовал, братан Давай 22.5 Просто вот Давай Хорошие углы Просто так, как всегда, стоит АФК Не использовал Гранату Использовал гранату здесь И сразу без остановки Естественно, должен на БФГ залетать Да Ну, вот за счет БФГ То, что он намного быстрее залетел Чем предыдущий Его соперник, да, Вулканует Он это тайм поставил Очень-очень круто все получилось Про кипоп Единственное, это БФГ немножко засрал Где-то на 300, наверное А так, в целом, очень круто Даже не на 300, может, чуть побольше В целом, очень круто, братан Дед 22.3 Играл там с летимым базам Очень классная плазмака Он очень быстро Тоже не делал такой вылет Ну, Вулканует пока самый быстрый вылет И с гранатой здесь БФГ тоже не самая быстрая Но исполнение Очень-очень классно сделал Очень быстрая Рокет-часть Так что, да Дед красава Безусловно, Дед красава Занимает, кстати Дед 5 место ТОП 5 ДЕД! ТОП 5! Это вам не хухры-мухры 22.8 Точнее А Венгер? Он же Эминджер Он же ЕС Роди Внизу там Можете увидеть Иногда бывает Эксперт Систем О, Вау, ГБ пошли Правда, не тут ГБ он сделал И здесь О, Вау Вот это да Это, это было бы Блин, как круто он сделал Офигеть Вот это у нас пока что Приз за оригинальность Если мы ничего не увидим Вот это у нас приза оригинальность Потому что он затаймил Гранату с ГБ Пока что этого никто не сделал Я считаю, что это Оригинальный Род Оригинальный Род Поэтому пойдем дальше Третье место Занимает у нас Пус Пизда Галапагосских То есть Пизда Пизда Буэлапагосских Постровов Север Нефо Ту Не знаю, что это значит Тоже с гранатой вылетал Пока что все очень быстро У Пуза И без гранаты Просто заплазмил Даже без ГБ Просто заплазмил Две хороших ракеты И залетал В МФГу 1700 Вообще На берге набрал То очень-очень Хорошая БФГ у него получилась Но К сожалению Зорн его перебил Совсем немножечко Зорна вроде Обзор не смотрит Поэтому я Вытрепываться Своим английским не буду Будем просто смотреть Начинает с ГБ Тоже не самый хороший Убл По-моему От стены был Делал с гранатой Здесь тоже без ГБ Просто вылетел Ну просто В общем Роуд у них Отличается в том Что У Зорна Медленнее Вторая часть У Пуза Быстрее первая часть Вот и все То есть Вот эта сотка Он Зорн За счет старта Вытянул По идее Пуз должен был Забирать второе место Прямо По-любому Мне кажется У него были еще плюсы Ну да ладно И люкин занимает Первое место 17.5 С огромным отрывом В 1.3 Так Они громко Или музыка Наверное Громко Подождите Давайте Чтобы Видимо Трек Такой Просто Трек Трек Такое Что Очень громко Давайте Я его Переключу И все Станет Хорошо Итак Литин Топ 1 Овчаркин Его По идее Перебил Интересный Старт Очень Быстрый Очень Очень Быстро Плазму Сделал Не Использовал Стену Здесь Будет Гранату Завязал Гранату ГБ Не Получился И Здесь ГБ Залетает Вот Да Так И Надо Было И 1100 И Здесь 1300 1400 На самом деле Можно Было И Очень Быстрая БФГ Улыбается Набить Записал Он В Офлайне Цикло Боялся Видимо Что Типа Кто-то Чухнет Его Тайм В Онлайне И Будут Перебивать Ну Либо Ему Просто В Офлайне Привычнее Не Знаю Может Быть У У меня Параной В Q3 Хотя Они Должны Понимать Что Это Не Совсем Заслуженный Топ Потому Что Игроки Которые Обычно Сидят В топе Которые Выше Скиллом Они Просто Не Отправили Дэнку Но Как бы Это Я не говорю Что я Не Поздравляю В любом Случа Я Поздравляю Большие Большие Молодцы Особенно Прки-поп Меня Очень Порадовал Эти Двое Как бы Пока Что Просто Держит Свою Планку А вот Прки-поп Растет Большой Большой Молодец Ну и Топ-3 Здесь Тоже Очень Хороший Хотя Пул Смог бы И получше Сделать На самом Деле Перебить Зорно Потому Что Узорно Демок Ну Честно Так себе У тебя Выглядит Поуверенней В общем Пил 25.4 Давайте Посмотрим В чем У него Невалидность Так Старт Очень Классный Держал Кнопку Прыжок Здесь ГБ Не Получился Так И Где Рандом Мог Написано Еще раз На старте С плазмы Наверное Рандом Солил Сгб Ну Кодайм Схельчик Ух Тыш Ёп Тыш Ожидаем Отклик Не будем Ожидать Отклик Крашнул Я Свой Айдф Ничего Страшного Захват Есть Захват Захват Точка Есть Так Давайте Еще Раз Давайте Еще Раз Посмотрим Скорее Все Да На старте Потому что Больше Негде Ну Внимательно Че Я не понял Че С наградивания У него рандомный оп Типа Если он на старт Из плазмы Словил То по-моему Он не словил На рампе Он тоже не словил Нормально Приземлился На 800 Это 25 64 А принято У него А у него Не принято Он больше ЦП не прислал Да Димон Напиши мне Тогда Че Я не понимаю Типа Если она Забанена Значит Рандомный оп Есть Просто Я его Че-то Не вижу Но В любом Случа Я показываю Демки Давайте посмотрим Навчаркина Здесь тоже Оба На плазме Нету Очень быстро Здесь забрался Сделал ГБ Хороший Здесь ГБ Хороший И Быстрая БФГ Очень Классно Получилось Ну Непонят Непонят Большинство Случаев Как бы Я по себе Знаю Что с Ракеты Что с Плазмы Если вы Ловите О Рандомный При Выстреле То У вас Потом Стики Остается Еще Ну Ну Ладно В общем В любом Случа Демки Значит Не валид Тем более Носов Там Вроде Тоже Глянул И Подтвердил Эту Тему Я Не Валидатор Я Судить Вообще Как бы Ко мне Минимум Вопросов Пожалуйста Мы Обсуждаем Все Вопросы Мы Обсуждаем Все Типа Спорные Вопросы С Демоном Всегда И Если Нужно Еще Добавляем Носова В эту Беседу Но Ну Как бы Здесь В общем Вот То Что То Что Мы Имеем В любом Случа В общем Давайте Перейдем К браузеру Как вы Эти ГБ Делаете Спрашивает Вулканойд Вот Я бы Хотел Знать Как Вулканойд Так Сделал Так Да Вулканойд Сделал Очень Хорош Тайм А Эвенджер У нас Заслуживает Приза Оригинальность Большая Большая Молодчина Точка 183 182 Наверное Типа Некратная Восьми Нос такой 183 Что Вы Оба Поймали Обна На бустах Такая Хрена Да Видимо А 184 Из Вин Да Ну Видимо Да То есть Он Видимо Где-то Словил Возможно В комнате Перед Джампадом У Овчаркина Точно Был Потому что Он Как-то Быстро Там Нагейнил Но По-моему Я не знаю Но это Очень спорно Но Димон Разбирал По фреймам И я Ему Доверяю Поэтому Рандомный Оп Значит Рандомный Оп Все Спорить Смысла Нету Срачи Не устраиваем В любом Случа Овчаркин Молодец Что Сдел Такой Тайм В общем-то Я уверен Что он И без Типа Рандомного Оп На Плазме При Бустах Сделает То же Самое И Пью Еще И Улучшит В общем-то Но Тем Зато Зато Пью Сделал ЦП Демо У него Не Валит Но Зато Он ВК 30 Занял Второе Место Это Очень Круто В общем-то Такой Обзор Достаточно Быстрый Потому Что Демок Очень Мало Да И Карту Обсуждать Особо Нечего Там Средств Нигде Нету Ничего Нету Поэтому Давайте Я уже Приготовил Тут Себе На Всякий Случай Давайте Мы Дадим Эвенжеру За Оригинальность Приз Обновим Страничку Ну И В общем-то В общем-то Все Ребят Всем Спасибо Всем Всего Доброго Приходите Обязательно На стримы Поддерживайте Как-нибудь Мотивация Теряется Мотивации Точка Нет Поэтому И участвуйте Кстати В свежем Варкапе Это Пун Мит Карта Там Есть Рокет Который С которым Вы Никогда Не найдете Есть Машинган Есть Перчатка Карта Стрейфовая И Собственно Почему бы И не поиграть Здесь мы уже Наделали Спамя 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 Везде Спамя И да И кстати Если у вас Какие-то проблемы Вот тут Дамнет Лайт Написал Это реально Работает Если у вас Проблемы С фпс На этой карте Просто пишите R Вертекс Лайт 1 И все проблемы Ваши исчезают У меня тоже На карте 50-60 фпс Поэтому Просто делаем Вертекс Лайт И все И у нас 125 фпс Стабильно Везде На всей карте Это выключает Просто Освещение Ну Динамичное Вот такое Классненькое Красивое Освещение Выключает Ну и в общем-то Все ребят Всем спасибо Все Всем всего доброго Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому